Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудеям. На суд аз в мир сей приидох, да невидящие видят, и видящие слепи будут. И слышаше от фарисея сия сущая с ним, и реша ему, еда и мы слепи есть мы. Речи им Иисус, аще бысти слепи были, не бысти имели греха. Ныне же глаголите, яка видим, и грех ваш пребывает. Аминь, аминь, глаголю вам. Не входя и дверьми во двор овчий, но прилазя и нуде, то и тать есть и разбойник. И входя и дверьми, пастырь есть овца. Сему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овца глашает по имени, и изгонит их. И егда своя овца ижде нет, пред ним ходит, и овцы по нем идут, яка ведет глаз его. По чуждем же не идут, но бежат от него, яка не знают чуждаго глаза. Сию притчу рече им Иисус, они же не разумеша, что бяша, я же глаголаша им. Рече же паки им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам. Яка аз есмь дверь овцам, в си елика их прииде прежде мене, татья сути разбойниц, но не послушаша их овцы. Аз есмь дверь, мною аще кто внидит спасеца, и внидит, и изыдет, и пажить обрящет. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, сегодня четверг, 22 мая. В этот день церковь предлагает для нас евангельское повествование от Иоанна, 9 глава с 39 стиха и 10 глава стих 9. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие не стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепые? Иисус сказал им, если бы вы не были слепыми, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит, тот вор и разгонник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужими не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овца. Все, сколько их не приходило передо мною, суть, разбойники и воры, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пашет, найдет. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Итак, Господь приводит иудеям очень яркий, понятный образ пастыря. Ведь служение пастыря, служение пастуха было служением особенным. Это служение требовало от него, поистине, того, что он должен был любить своих посомок, то есть овец. И овцы любили его. И удивительно, то, каким образом совершалось это в Палестине, отличается от того, что мы можем увидеть сейчас. Пастырь вступал в самые теснейшие отношения с овцами, как бы это ни звучало комично. Комично. Они знали его голос, и он давал им имена, и они откликались на те имена, которые давал он им. Он защищал их от различного рода напастей и бед, ведь могли прийти воры и украсть. И он должен был биться с бедуинами или еще какими-нибудь разбойниками. На это имелось у него специальное орудие. Могли прийти волки. И очень в Иудее был распространен такой момент, что пастырь отвечал за каждую овцу. Ну, это понятно. Но если вдруг одна пропадала, или же, например, ее похитил волк, то доказательством своей невиновности пастук должен был принести, вот, буквально выдрать из пасти волка овцу и доказать, что он невиновен в этом, в том, что овца была погублена. Его даже давить, например, когда рассказывает Саулу о том, когда он пас овец и бился со львом, выдирая овцу из его пасти. Ну, и многое другое, в существовании, мы можем найти. И вот здесь вот пастырь буквально мог даже пожертвоваться и жизнью ради вот своего такого труда, очень ответственного и, как бы ни казалось, но безумно сложного. И, опять же, отношения вот с овцами выстраивались несколько по-другому, ведь для нас привычно, что они выращиваются ради вкушения мяса, но в Палестине их выращивали ради шерсти, и поэтому пастук со своими овцами мог общаться и пасти их, и жить буквально очень продолжительное долгое время. Поэтому они узнали его и слушались его. И вот, как здесь говорит иммаглист Иоанн, пастуки пасли другим образом. То есть, не как сейчас мы можем увидеть, когда пастук идет сзади и подгоняет овец, но, напротив, он шел впереди, а овцы шли за ним, слыша его голос. Удивительно, но об этом свидетельствуют и путешественники, и все те, кто бывал в Палестине. И когда выведет своих овец перед ними, говорит иммаглист Иоанн, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Вот эта притча, она, конечно, говорит о самом Христе. Что мы, как поистине доверяющие, любящие Христа, идем за ним, потому что слышим голос его. Этот голос звучит со страниц Священного Писания и проникает в наше сердце. Мы следуем за Христом, потому что слышим голос его, потому что любим его. «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми», говорит Господь. Это начало сегодняшнего евангельского отрывка, 39 стих. Что означают эти слова? «Как? Чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми». Вот здесь фарисеи, услышав это, спрашивают. «Неужели мы слепые?» Он говорит. «Да, если бы вы были слепыми, то не имели бы на себе греха. Но так как говорите, что видите, то грех остается у вас». Вот как разуметь эти слова? Тот, кто... Господь не раз говорит о том, что приходит как раз-таки к грешникам, но не к святым. То есть, если ты сам себя чувствуешь и полагаешь, и считаешь, что ты совершенный, то ты ослеплен своим безумием и гордостью. Если же напротив, ты смиряешься, если напротив ты считаешь себя нищим духом, то есть слепым буквально, то ты получишь прозрение. Вот о чем здесь, в общем-то, говорится вот в этом небольшом отрывке. То есть, если бы вы были слепыми, говорит Господь, обращаясь к фарисеям, то вы бы не имели греха. Не имели греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается у вас. То есть, вы заявляете, что вы сыны Авраама, что вы Божие, что вы знаете закон, что вы исполняете заповеди, но при этом не хотите принять того, кого посылает вам Бог. Это означает, что вы поистине слепые вожди. Поистине не можете не иметь в себе греха. Напротив, тот, кто признает себя нищим духом, как Господь говорит в начале Нагорной проповеди, это первая ступень. Тогда ты получишь прозрение от Бога. Эту притчу, дальше которую говорит Господь, фарисеи не понимают, не понимают, но дальше Господь говорит, что я дверь овцам, буквально я дверь овцам. То есть, вот тогда, когда стада паслись и оставались на ночевку вне города, вне какого-то поселения, то они окружались небольшой стеной, а так как дверей никаких не было, то иногда сам пастух, сам пастырь буквально ложился в дверях, вот в том проходе, к которым заходили или выходили овцы. И таким образом он сам пастырь реально и буквально становился как бы дверью. И вот этот образ яркий Господь сам использует. Он говорит, я дверь, я есть дверь овцам. Кто войдет в мною, тот спасется, войдет и выйдет и пажет на это. И жизнь обрящет. Кто приходил передо мной, то были воры и разбойники, но овцы не послушали их. Кто приходил перед ним? Ну, здесь, конечно, Господь говорит не о тех, о предшествующих его пророках, которые возвещали миру о предшествии Мессии. Конечно, речь идет не о них, но речь идет о последних временах, тогда, когда в Палестине постоянно появлялись некие зачинщики, всевозможных бутов, ну, к ним можно отнести и зелотов, которые полагали, что достичь золотого века, возможно, только проплыв рекой крови. Господь говорит по-другому. Он говорит, что это были разбойники и воры. Это были разбойники, потому что они только ненавистью, злобой, силой, кровопролитием полагали, что можно достичь славы, Царство Божие. Но, Господь говорит совершенно иное, мной, кто войдет, тот жизнь обрящет, он спасется. Я есть дверь овца. Вот этот реальный образ, который использует Господь, был понятен всякому, кто присутствовал и слышал слово Спасителя. Я есть дверь овца. То есть, через меня только можно вернуться вновь в то состояние, из которого, которое мы потеряли. Я, говорит Господь, готов и могу вернуть вам наши прежние отношения с Богом. Ведь приходит новый завет, новые отношения, которые совершаются только через Христа. Отныне Бог становится открытым человеку, становится не чужим и враждебным, но близким и любящим Отцом. Вот об этом сегодняшнее наше евангельское повествование. Мы читали Евангелие Туана, 9 главу, с 39 стиха по стих 9 главы 10. Ну что же, я на этом с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова